В эфире информационная программа Северный город с выпуском новостей Мария Курчатова. Здравствуйте! Далее о главных событиях этого дня. Сводка городских происшествий. В день Октябрьской революции местные коммунисты провели митинг. Кустилимские казаки исполнили лучшие песни на сцене ДК имени Наймушина. Танцоры со всей области съехались в наш город. В картины галереи открылась выставка «Золотое дерево». Конец осени, самое время приобрести модную судьбу. Утром 7 ноября на пульт пожарной охраны поступил сигнал о том, что в поселке Железнодорожной по улице Набережная горят жилой дом и рядом стоящий гараж. В результате пожара огнем полностью повреждено внутреннее пространство дома и находившееся в нем имущество. Кроме того, в ходе тушения в доме обнаружен труп мужчины. По данному происшествию проводятся всесторонние проверки, сообщает городской отдел надзорной деятельности. За прошедшие выходные на дорогах Устилимска произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, к счастью, без пострадавших. В этот период сотрудники ГАИ зафиксировали 176 нарушений ПДД. В нетрезвом виде за рулем находились 9 автомобилистов, 17 не соблюдают норму тонировки. Кроме того, за выходные удалось выявить 12 нарушителей пешеходов, сообщает прислужба ГАИ. 7 ноября 1917 года по новому стилю, как было известно, каждому советскому школьнику был разрушен старый мир и началось строительство нового. С этого момента было решено отмечать каждую годовщину Великой Октябрьской революции. Путаница со старым и новым стилями никого не смущала. И дети даже не спрашивали, почему октябрь отмечается в ноябре. В этот день на площадках разных городов проходят парады, акции и другие мероприятия, приуроченные к социалистической революции. Жители Устилимска устроили митинг 7 ноября. Подробности далее. День 7 ноября был красным днем календаря, государственным праздником, отмечавшимся военным парадом и демонстрацией трудящихся на Красной площади. С распадом Советского Союза и отлучением коммунистической партии от власти все это закончилось. В России праздник 7 ноября сначала был переименован в День согласия и примирения, а потом и вовсе отменен. Но во многих городах в этот день по-прежнему проводятся праздничные мероприятия. Устилимское отделение КПРФ с флагами и транспарантами прошло по проспекту Мира. От магазина АБЦ до площади у Дворца культуры Дружба. После шествия партийцы устроили митинг, который начался с принятия в ряды пионеров юного жителя города. Уважаемые товарищи, у нас сегодня совершенно замечательное событие. В ряды коммунистического союза молодежь пионерии вступает молодой человек. Давайте поаплодируем ему. Слово для выступления предоставляется ветерану коммунистической партии Российской Федерации и коммунистической партии Советского Союза Ивану Моисеевичу Мясниковичу. Саша, мы все на сегодняшнем торжественном митинге торжественно тебя поздравляем с вступлением в ряды пионерской организации. Знамя Ленина должен нести долгие годы. Поэтому, юный ленинец, за дело великого Ленина будь готов. Всегда готов. На импровизированную трибуну к микрофону мог выйти любой желающий. Евгений Матвеев, первый секретарь комитета устилимского отделения КПРФ, начал свои выступления с поздравления. Уважаемые устилимцы, поздравляю вас с 98-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. События мирового масштаба, когда перед человеческой цивилизацией открылся реальный путь, реальная перспектива стать обществом равных и свободных людей. Обществом непререкаемой социальной справедливости. Обществом, в котором главным мерилом любого индивидуума становился его созидательный труд на благо этого общества. Такого мир еще не знал. Ведь вся предшествующая история человечества является нам свидетельством упорнейшей и самоотверженной борьбы за эти светлые понятия. Начиная с многочисленных восстаний рабов, кончая бескомпромиссными выступлениями объединившихся рабочих против своих эксплуататоров, капиталистов и буржуев всех властей. Родилось новое, невиданное еще социалистическое государство рабочих и крестьян, ставшее маяком и потенудной звездой для всего порабощенного человечества. Все мы, кто жил в Советском Союзе, были спокойны и счастливы. Государство давало всем работу с гарантированным законом восьмичасовым рабочим днем. Обеспечивало бесплатным жильем с ничтожной платой за коммунальные услуги. Мы все без исключения могли получить достойное образование и качественное медицинское обслуживание. Над нами не нависали беспощадные выплаты кредитов и опасность быть внезапно уволенными с работы. Мы были спокойны за судьбы наших детей. Мы были защищены от грабежа и беззакония. Сегодня много из этого мы лишены. В нашей стране люди по-разному относятся к Великой Октябрьской социалистической революции. Но есть то, что всех объединяет – желание жить лучше. Ораторы предлагали варианты решения проблем, пути сохранения и процветания Устилимска. Коммунисты считают, что необходимо рассмотреть изменения в законе о капитальном ремонте, не сдавать в аренду плавательный бассейн «Дельфин», восстановить детскую молочную кухню, возобновить работу автотранспортного предприятия и многое другое. Митингующие единогласно поддержали резолюцию. Она будет направлена на рассмотрение местным и областным властям. На этом митинг, посвященный 98-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, завершен. Тарифы на коммунальные услуги в Иркутской области поднимутся в среднем на 3,9% в следующем году. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым, сообщает Иркутск Медиа. Индекс по региону служит основанием для утверждения максимальной платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, сообщается на сайте правительства Российской Федерации. Напомним, экс-губернатор Иркутской области Сергей Рощенко объявил о заморозке тарифов ЖКХ на два года. Отметим, что с 1 июля текущего года стоимость тарифов на электроэнергию в Иркутской области выросла до 92 копеек за киловатт в час. Для сельского населения до 64 копеек. Вчера на сцену ДК именинная Мушна вместе с ансамблем «Устилимские казаки» вышли вокальные коллективы Дворца культуры. Артисты порадовались зрителей лучшими песнями. Подробнее в следующем сюжете. Есть области, регионы, края, страны, а есть Сибирь. Слово это сопоставимо со словом материк. 8 ноября в стране отмечается День Сибири. Появился он в 1881 году в день 300-летия присоединения Сибири к российскому государству. Вчера в рамках празднования во Дворце культуры имени Наймушина прошел концерт «Братина сибирского казачества». Члены большой творческой семьи исполнили свои лучшие песни. Напомним, 10 октября вокальный ансамбль «Устилимские казаки» отпраздновали свой первый юбилей. В честь такого события песни в их исполнении стали основой концерта. Дворец культуры собрал полный зал поклонников творчества казаков. Удовольствие от концерта получили все – и гости, и исполнители. Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город». 7 ноября в городской картинной галереи в рамках областной методической лаборатории творчества «Ресурс развития» прошло торжественное открытие выставки «Золотое дерево». На ней представлены изумительные работы мастеров из разных городов. Смотрите сюжет. В картинной галереи часто проходят разнообразные выставки, фотографии, живописи, поделок и многие другие. В минувшие выходные в рамках областной методической лаборатории творчества «Ресурс развития» состоялась выставка «Золотое дерево», на которой были представлены картины, иконы, плетеные корзины и куклы. Мастеров, принявших участие в выставке «Золотое дерево», в этом году рекордное количество – 144 участника. Географии участников выставки разнообразно. Это города Пермутск, Ангар, Братск, Устилинск, Черемхово, Нижнеудинск. Районы Устилинский, Тулунский, Черемховский, Нижделимский, Шельфовский. И в этом году впервые участие принимает и Красноярский праздник. Приветствовали гостей Ирина Летунова, начальник управления культуры, ее заместитель Олеся Полунина и депутат Законодательного собрания Иркутской области Анатолий Дубас. Вообще «Золотое дерево» всегда делают золотые люди. И золотые руки этих людей. Все это делается, я еще раз повторюсь, мастерами своего дела. Все делается талантливыми людьми. Единственное, есть пожелание, чтобы мы вместе с Домом Народного Творчества как-то продвинули эту выставку. Я еще не видел в картино-галерее столько экземпляров на один квадратный метр. Я вам честно могу сказать. Я сегодня когда пришел и посмотрел, здесь вообще надо где-то, наверное, около дня ходить, для того, чтобы все в деталях рассмотреть. Еще раз вас с праздником. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы к нам приезжаете. Я думаю, что и в следующем году мы вас будем с нетерпением ждать. И вас ждать, и хорошую погоду, и классные ваши работы. Спасибо вам большое. Количество и разнообразие работ поражает. У каждого мастера своя техника. Резьба по дереву – одно из древнейших ремесел, имеющие многовековую историю. И сегодня это искусство не теряет своей притягательности. Оно пробуждает фантазию, позволяет реализовать творческий потенциал, умиротворяет душу. Автор каждой представленной на выставке работ получил сертификат участника. Лучшим мастерам вручили подарки. Сюрпризом для присутствующих стало выступление устилимского песенного коллектива. Мероприятие прошло в теплой обстановке. Гости не только пели, но и танцевали с артистами. Полученные эмоции и отличное настроение, несомненно, станут источником вдохновения для создания новых шедевров. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». Правительством региона расширен перечень категорий граждан, имеющих право на приобретение жилья эконом-класса, сообщает пресс-служба губернатора при Ангаре. Теперь в него включены работники сельхозпредприятий, граждане, имеющие детей студентов, участники программы добровольного переселения соотечественников, граждане, проживающие на территории моногородов, а также любые граждане, постоянно проживающие на территории Иркутской области последние пять лет. Для получения дополнительных консультаций можно обратиться в Министерство строительства дорожного хозяйства Иркутской области по телефону 707-267. Одаренные дети Иркутской области приняли участие в третьей творческой смене «Хореографическая палитра». Программа губернатора подразумевает поддержку школы, а именно сельских учебных учреждений, что позволяет детям развиваться, набираться опыта и посещать другие города. Съемочная группа «Северного города» побывала на отчетном концерте талантливых ребятишек. Существует немало областных проектов, направленных на развитие молодежи. Один из них – «Хореографическая палитра». Программа действует третий год и вызывает большой интерес у молодого поколения. Ребята из городов и поселков Иркутской области подают заявки на участие, после чего собираются в одном из городов и проходят специальный ускоренный курс обучения по всем танцевальным направлениям. В этот раз местом сбора юных танцоров стал Кустелинск. Первый раз курорт «Русть» гостеприимно принимает участников творческой смены «Хореографическая палитра», в состав которой вошло 8 хореографических ансамблей Иркутской области. Всего 5 дней было у наших танцоров на подготовку сегодняшнего концерта. Пять дней упорной работы, постановки, занятия и репетиции, репетиции и репетиции. С утра до позднего вечера участники готовились, ходили на уроки по народному танцу, эстрадному танцу, современному, по афроджазу. И вот он, долгожданный результат – наш сегодняшний концерт. Освоить такую обширную программу действительно трудно. Однако одаренные танцовщики справились с балетными постановками, народным танцем и другими направлениями. В некоторые номера были включены даже трюки и поддержки. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с Ольгой Гориной, руководителем творческой смены, а также преподавателем Иркутского областного колледжа культуры. Творческая смена для одаренных детей. У нас есть творческие смены для музыкантов, для художников и вот уже третий год подряд для хореографов. Два года подряд мы ездили, два года назад в Братск, в Братское взморе санатория, а в этом году приехали еще дальше, в Устилимск. Ребятишки собираются из хореографических отделений детских школ искусств области Иркутской. То есть география обширная. В этом году у нас приехало 72 человека. Возрастная категория какая? От 8 до 16 лет. Сегодня у нас отчетный концерт. Мы приехали сюда 31 октября. И сразу же у нас был первый концерт, концерт знакомства с коллективами. И со следующего дня у нас началась творческая школа. С утра до ночи мы танцевали, танцевали, танцевали в разных направлениях. И сегодня вот отчитываемся. Мы подготовили и фрагменты уроков, и различные концертные номера. То есть дети наполняются базой. Они учатся. Самое главное, они учатся мобильности. То есть они за 5 дней поглощают в себя столько материала, которые... То есть простому ребенку сложно это сделать. Но одаренные дети. Хотя детей неталантливых не бывает. Все дети одаренные. Ольга рассказала, куда необходимо обращаться желающим принять участие в одной из этих программ. Учебно-методический центр Байкал, Министерство культуры и архивов Иркутской области. Они учредители этой программы. Подаренные дети. Что для этого необходимо? Какие-то документы? Подать заявку, да. Ольга поделилась мнением о городе и пожелала устилинцам процветания. Сегодня такой замечательный солнечный день. Мы со всеми ребятишками с утра пошли в кинотеатр, погуляли по устилинску. Нам понравилось. Очень здорово. Воздух свежий. Красота. Что нужно пожелать устилинцам? Пока есть такой шанс. Процветание. Процветание, здоровье, благополучие. Берегите себя и близких. Подобные специальные программы необходимы детям. Они помогают им найти свой путь. Активное участие в конкурсах, поездке в другие города могут стать фундаментом будущего вашего ребенка. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Специально для информационной программы «Северный город». Правительство Иркутской области прорабатывает вопрос создания регионального представительства в Китае. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко. «Мы будем восстанавливать свое представительство в Монголии, а также создавать представительство в Китае», заявил глава региона. Он отметил, что в настоящее время возрастает роль так называемого «китайского фактора». Между Иркутской областью и Китаем активно развивается сотрудничество. Кроме того, по словам Левченко, необходимо навести порядок в бизнесе, которым на территории региона занимаются представители данной страны, сообщает Байкал-Инфо. За окном последний месяц осени и совсем скоро в наш город придут настоящие сибирские морозы. У тех, кто еще не обзавелся теплой модной шубкой или дубленкой, есть возможность приобрести ее на выставке «Шубы на расхват». Как хочется при выборе новой зимней одежды найти самую лучшую в мире шубку, которую вы будете носить на зависть тем, у кого такой нет. Возможно, вы найдете ее на выставке «Шубы на расхват». Мы гарантируем качество и широкий ассортимент меховых изделий всех цветов и размеров. Изделия из пушнины, это всевозможные жилеты, сейчас на осень очень актуальны. Изделия из лисы, из хоря, из бобра, из каракуля, из кролика, то есть меха также всевозможные, их очень много. В коллекции этой выставки есть как классические, так и современные модели от российских производителей. Знаете, такой выбор, что очень тяжело выбрать, очень тяжело, и серая, очень приятная такая, и черненькая это, с оригинальным фасончиком, но нам очень нравятся эти шубки. Опытные продавцы не только помогут сделать правильный выбор из тысячи изделий, но и дадут ценные советы по уходу и хранению. Именно сейчас, когда ассортимент огромен, цены доступные, а условия покупки выгодны, самое время покупать шубу. Выставка шубы на расхват 11, 12, 13 ноября в ДК имени Наймушина, 14, 15 ноября в ДК Дружба. Это были все новости понедельника, плодотворной вам недели. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин